Свою точку зрения по поводу обязательной маркировки предприниматели высказали ещё в декабре 2019 года. Тогда представители Роспотребнадзора пытались убедить, что это необходимая мера для развития коммерческой деятельности. В противном случае, если маркировка соблюдаться не будет, бизнес ждут неминуемые штрафы, обязательные работы и даже заключения под стражу. Сбояться данных проверок не стоит. Стоит им лучше подготовиться, вести учёт в своей продукции, обеспечить наличие маркировки как обязательной средствами идентификации, то есть уникальными кодами, так и маркировки, которые предусмотрены техническими регламентами. Однако в этом новаторстве бизнесмены видят больше негатива, чем положительного результата. Самое страшное для бизнеса – это, конечно же, затрату на маркировку товара, повышенные налоги, дополнительные траты на приобретение программного обеспечения и его дальнейшую поддержку. Убытки уже предварительно подсчитывают в миллионах, и, как правило, в итоге всё это отразится и на самом потребителе. Мы должны сразу автоматически перейти или на общее налогообложение, или на УСН. УСН – налог, который будет в 5-6 раз больше, чем и сейчас по НВД хватит. Вот для себя я приняла такое решение, что я угол и торговать не буду. Налог по УСН такой, что мы, в общем-то, все обсчитали, в принципе, мы уже знаем, что это нереально. Если я плачу сейчас в год 600 тысяч, это у меня можно посчитать, это просто. То я должна была платить 2 миллиона 880. У меня реально таких денег нет. Прежде всего, маркировка – это необходимость финансовых затрат. Причем затраты немалые. Казалось бы, что, например, крупные сети, да, ну, можно было подумать, что вроде бы малый бизнес больше всех пострадает. Но у крупных сетей тоже возникают проблемы, потому что у них очень много магазинов, и затраты очень большие. По факту у нас получается, что там, где вводится маркировка, там начинаются отчисления, честный знак. Ну, то есть это как-то вот не совсем правильно. Торгово-промышленная палата Забайкальского края тоже пыталась достучаться до регионального правительства с просьбой отменить или хотя бы отложить маркировку. Ведь сейчас в условиях пандемии бизнес и так переживает не лучшие времена. Заморозка или вообще полное закрытие различных предприятий и сфер услуг – вот настоящая головная боль представителей бизнеса. А тут еще и контрольный удар в виде обязательной маркировки. Сил и средств, чтобы все это освоить, хватит далеко не всем предпринимателям. И, как показывает практика, этапы внедрения новой системы не проработаны. Есть вероятность возникновения теневого бизнеса, его уход в другие регионы или вовсе прекращение дел многих бизнесменов.